Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Начался Великий пост, и в наших передачах мы уже как-то неоднократно поднимали тему, что удивительно устроено богослужебное время в Православной Церкви. Постом мы готовимся к Пасхе, но и к посту мы тоже готовимся шестью особыми неделями. И в частности, в прошлой нашей встрече мы поднимали тему подготовительной недели, недели о блудном сыне. И в целом, вот эти подготовительные недели к Великому посту должны были на очень важный лад настроить человека. Первая неделя недели Азакхеи мы должны были влезть на дерево и начать искать глазами ту любовь, которая ищет нас. Вторая неделя недели о мытаре и фарисеи. И здесь необходимо вспомнить, что фарисеи и мытарь – это не просто человек плохой, человек хороший, а это человек, который знает себя и который себя не знает, который живет в иллюзии своей собственной правоты. Третья неделя – это неделя о блудном сыне, когда мы не просто поняли о себе всю правду, что мы люди грешные, что мы люди немощные, слабые, но что мы сыновья и есть у нас отец. Мы устремляемся вверх по лестнице добродетелей ко Господу и удивительным образом встречаем его, когда он спускается вниз, потому что он идет к человеку. Следующая неделя – это неделя о страшном суде, в которой повествуется о том, что критерием того, праведный ты или неправедный человек, будет вовсе не то, носил ли ты крестик, знал ли ты, где свечки за здравие, а где за упокой, а то, насколько ты был человечен. И это воспоминание о человечности. И, наконец, последнее воскресенье, прощенное, когда мы, примиряясь со всеми, берем определенную ответственность за свои слова и поступки, за принятые решения, выпускаем из темницы собственных сердец и душ всех там заточенных, оказываем им этот акт человечности, входим в Великий пост. Сейчас мы в Великом посте, и вот эта вот тема о домашненности, тема дома, тема отцовства, тема сыновства и, соответственно, как некая противоположность, тема сиротства, которую мы подняли в прошлый понедельник, крайне актуальна для наших духовных подвигов. Говорим об этом с Дмитрием Анатольевичем Герасиевым, с нашим гостем. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Здравствуйте, отец Сергей. Рад всех приветствовать вас, дорогие друзья. Такая длинная преамбула, я прошу прощения, обычно я как-то стараюсь в большей степени бросать мячик к гостю, вот. Но мне кажется, еще и еще раз фокус внимания людей, которые сейчас постятся, нужно навести на то, что суть поста не в истязании собственных телес, сколько в возвышении собственных душ, о человечивании. В прошлый раз мы поговорили о категории дома, о категории сиротства, об одиночестве. Сегодня мне бы хотелось продолжить вот этот вот разговор, но ввести еще один, вбросить еще один термин, еще одно словечко присоединить к разговору. Это тема смысла. Является ли одиночество и бессмысленность существования вещами тождественными, как вам кажется? Ну, я думаю, что иногда побыть одному и хочется, и мне кажется, нужно. Допустим, Федор Конюхов, он вообще говорит о том, что именно наедине ты можешь, оставаясь наедине с самим собой, ты можешь узнать себя, стать сильнее, лучше в испытаниях или в каких-то, может быть, разговорах, понимании того, что происходит. Я очень часто уединяюсь для того, чтобы побыть и с Богом, и самим собой, просто услышать себя. Вот я как раз хотел... Самое одиночество такое. Я как раз хотел уточнить, ведь отец Федор Конюхов, он не одинок. Нет. Вот. И вы, когда вы говорите о том, что побыть один, мне сразу вспоминается строчка Виктора Цоя, «Я один, но это не значит, что я одинок». Конечно, да. Когда мы в середине бушующего моря пребываем с отцом Федором Конюховым, так читаем, то он там не один, он там в самой сердцевине общения с Богом. Ну, я говорю просто о слове одиночества. Для многих людей это вот человек, если где-то один, то значит, он там действительно одинок. Нет, понятно, это как у стресса, есть положительный аспект. Если мы утром встали, нам нужно куда-то идти, если мы водичкой, там, ключевой, там, свежей, ох, мы сразу бодримся, так вот стресс, но он положительный. Или бег, да, мы спортивно занимаемся, тоже кровь начинает циркулировать, нам тоже хорошо потом становится. Чтение книг, неохота, но и так далее. Мы развиваемся. Вот я думаю, что одиночество в смысле побыть немножко наедине с Богом и с собой, проразмыслив о жизни, это хорошо. Но когда человек ощущает, что он никому не нужен, и что он среди людей, но всем до него нет дела, и ему нет ни до кого дела. Вот это такая замкнутая, то есть это такой гроб такой, да, невидимый, в котором он лежит или живет, или движется. Это печально, на мой взгляд, потому что, ну, есть такая методика, когда тебе тяжело и плохо, ну, выговорить, там, покричи, может быть, да, ну, при людях ты не будешь это делать. Но если человек, он, теперь ему понравилось, там, он туда постоянно убегает, прячется, да, конечно, с людьми не нужно налаживать отношения, строить их, да, с людьми не нужно, служить этим людям не нужно, заботиться о них, не нужно себя дисциплинировать. Легко, зарылся в своей, там, да, конуре, вот сколько у меня перед глазами картины, как люди с помоек тащат вещи, одежду, там, и просто даже не разбирают мусорный пакет, а там прямо складируют, там, запах такая, вонь такая. Это отчасти потому, что люди думают, ну, а что, я тут один, подумаешь, я перетерплю, да. И вот мы превращаем, как я, однажды мне сосед попросил телевизор большой занести в дом, я, когда заносил, споткнулся, а его рваный линолеум, и обои такие ободранные, да, и вот все такое ужасное, диван, там, пружина торчит, но зато теперь большой телевизор в кредит он взял. И на вопрос, зачем, он говорит, ну, как, там все красиво, там все вот идеально. Не надо здесь порядок наводить, не надо пыль протирать, не надо себя дисциплинировать, да, там, становиться лучше каждый день, общаться. А вот так, есть такое окно, да, как такая иллюзия, в которой он пребывает. Одиночество – это, на самом деле, наверное, ну, такая деформация души. Я думаю, что Бог создал тоже человека, Адама в Эдемском саду, и сказал, хорошо быть человеку одному, сотворим помощника, соответственного ему. Хотя там были животные, были, у него было чем заниматься, он придумывал имена этим животным, возделывал сад. Но семья – это идеальное вот такое сочетание, как у японцев, да, там есть такой закон, 50, 70 на 30 – идеальное соотношение полов в организации, ну, если будет уже 31 и 69, то уже не то. Ну, вернее, если будет 29 и 71, то уже не то. Вот хотя бы 30 на 70. Тогда мужчин и женщин. А тут пятят на пятят. Бог идеально создал. Ну, это, они там, как ученые, сказали, а Бог создал идеальный коллектив, где есть достаточно вот тех и других, где можно с 23 февраля мы тут мужчин поздравляем, 8 марта женщин. То есть все есть. Тренируйся, тренируйся в благочестии, тренируйся в служении, тренируйся в терпении, тренируйся в мудрости, там, в трудолюбии тренируйся. И это потрясающе. Но, конечно, проще, да, вот мне на радио звонила одна женщина, говорит, у меня нет друзей, все люди там негодяи, у меня нету, там, сослуживцев, никого нету, вообще, любви тоже нету, ничего нету. Живет одна, говорит, я много лет живу одна, вот, и мне хорошо, и мне хорошо. Ну, нехорошо, там, другие люди после нее дозваниваются и говорят, ну, как же, мы же чувствуем, что человек очень жесткий, очень такой, ну, холодный, даже в голосе это чувствуется. Нам необходимо общение, нам необходимо объятие, нам необходимо радость и переживать, и печаль переживать. Но получается, что радость это то, над чем трудятся оба. То есть, означает ли это, что если человек, например, ну, совершенно не эмпатичный, не склонен к сопереживанию, сочувствию. Кстати говоря, тоже недавно где-то у кого-то прочел, что есть одна такая приобретенная способность у человека, которая не свойственна ни одному животному. Это чувство сочувствия. То есть, лев вокруг раненого льва, ну, будет ходить, нюхать, ну, как бы, не испытывать ровным счетом никакого сопереживания. Только человек может испытывать сочувствие, сопереживание. Соответственно, если этого сочувствия, сопереживания нету, нет вот этой эмпатичности, этой сонастроенности, да, как по камертону бы мы, вот, камертон радости, камертон любви бы, раз, и настроили бы одновременно два инструмента, то, получается, отношения рушатся. Означает ли это, что человеку нужно преодолевать, ну, вот, свое мировоззрение одинокого сироты? И как это сделать, ввиду того, что вы, у вас большой опыт общения, и в том числе психологические образования, курсы и так далее? Мне, мне не нравится, когда, ну, лично мне не нравится, когда ничего не происходит, ну, созидательного, мне. Я привык к тому, что даже иногда, вот, вроде бы все хорошо, вроде бы все нормально, но есть какие-то люди, с которыми там отношения испорчены, ну, можно даже сказать, по их вине, по сути, да, мы, можно сказать, начинаем выстраивать такую кладку, и тут потом картину повесим, и как будто вот этого потока, да, или этих контактов, взаимоотношений уже нету. Мы можем себе позволить, мы можем объяснить, вот, но я, я верю в то, что, как вот тоже в Евангелии написано, в Новом Завете, по возможности имейте мир со всеми, по возможности. Вот это слово я расцениваю, как для себя карт-бланш такой, что не просто, ну, не было возможности. То есть я ее не ищу, это возможности, а я, наоборот, ищу ее. Даже однажды у меня с соседом, замечательным человеком, ну, возникли там территориальные какие-то недопонимания, ну, в частном секторе бывает такое, вот, и отношения испорчены до такой степени, что мы, да, не здоровались даже. Вот, я здороваюсь сам, но в ответ ничего не слышу. И тогда я думаю, ну, как же, как же мне вот эти отношения улучшить? Я даже стал молиться, чтобы у него случилось какое-то, ну, не то, что несчастье, но какая-то такая вот с машиной, да, допустим, застрял. У него низкая машина, у него чуть повыше. И там, вот, знаете, вот сейчас как раз все начнет таять, и если это все слоями лежал снег, он превращается в кашу. И вот я чувствую, что машина вот начинает застревать повсюду. И я еду к своему дому и вижу впереди его машина, соседа, которая, он разворачивается, и как раз он застревает. И я говорю, ну, пожалуйста, Боже, ну, пусть он не уедет, чтобы я подъехал, я помог ему толкнуть. Ну, так вот, может, глупо звучит, но это случилось. И я его толкнул, хотя он, там, его жена толкала, пожилая сын, но не получалось. И когда я подъехал, я говорю, помочь, и жена и сын говорят, да, а он нет. И я говорю, ну, я помог, и потом у меня была возможность, пригласил трактор, ему там убрали все. У нас хорошие отношения. Не только из-за этого, и из-за многих других вещей. И где-то нужно сказать, извини, где-то действительно нужно покаяться. Но желание выстроить отношения, это очень важно. В семье, с друзьями, с соседями. Вот это правильное отношение. И я ищу этой возможности. Я хочу, чтобы мы выходили из состояния замкнутости. Хотя мы можем оправдать, что, ну, люди все плохие, да, там, вот, как профессор Ухтомский сказал, что каждый человек заслуживает свое окружение. Один скажет, вокруг себя негодяи, другой скажет, потрясающие люди. Почему? От нашего к ним отношения тоже. Мы можем рождать в сердце другого человека желание улыбнуться, сказать, да, точно. Или, ну, вот одна женщина наливает воду у нас там, где я живу, и постоянно всех ругает. Все плохо, погода плохая, люди плохие, правительство, все. Я говорю, да вы что? А вы выглядите очень румяной. И раз такая, она улыбнулась. Или там, да вы что, в следующий раз говорю, у вас такая твердая рука, то есть вы так все уверены, значит, вы... То есть любая микроскопическая такая доза хотя бы ободрения, комплимента, она рождает. Я где-то прочитал, что комплимент по отношению к критике в 700 раз больше имеет воздействие. Комплимент. Когда мы не зацикливаемся на недостатках, а даже там разбил стакан, ну, я верю в тебя, я верю, что ты там хорошо играешь в баскетбол, поэтому ты можешь и с стаканами разобраться, в следующий раз не разобьешь. Ну, у подростков вообще, у них же мозг, он же с задней части начинает расти передней, и поэтому некоторые вещи, они что-то роняют, что-то... Это нужно понимать и знать, что мы взрослые-то люди, начинаем что-то делать не так. Разве нам хотелось бы, чтобы нас тыкали и говорили, ты сломал, ты там не то сделал. Наверное, мы бы хотели, чтобы сказали, да ладно, ничего. Вот это да ладно, ничего на недостатки, на какие-то мелкие ошибки. Мы бы сами, наверное, хотели, чтобы нам... Поэтому нам нужно самим это практиковать, выстраивать отношения, выходить из территории псевдокомфорта. Это не комфорт одиночества. Это наоборот, это как наркотик, это как игра, которая затянула, и ты в нее играешь, играешь, а развития нет. Ты не развиваешь, душа твоя не развивается. Вот, конечно, я понимаю, если человек там ненавидит тебя и там проклинает, искать с ним контакты, но по возможности вдруг он окажется в такой ситуации сложной, в которой ты сможешь показать, что ты его всегда любил, как Саул, который гонялся за Давидом, и Давид специально отрезал край одежды, сказал, ну вот, одежда, вот. Я мог тебя убить. Пойми ты хоть вот через это, ну через... Вот он тоже использовал возможность, он пытался примириться, и Саул каялся, ну, правда, потом... Вот ситуация есть интересная, просто она может быть... Мне бы очень интересно было послушать ваш комментарий на нее. Есть человек достаточно взрослый, вот, всю свою жизнь одинокий, вот, и который очень хочет, чтобы были вокруг люди, и он очень хочет, чтобы его любили, вот, он очень хочет, чтобы к нему, ему оказывали знаки какого-то уважения, заботы, он в ней нуждается. Но при этом, при всем, непонятно, то ли это специально, то ли это, условно говоря, какие-то настолько глубоко сидящие и комплексы, и какие-то внутренние привычки, обиды и так далее. Ну, то есть, это действительно, если в течение всей своей жизни он жил один, он уже к этому привык, он не знает, как по-другому. Ну, ввиду этого, как бы, человек, ну, там, крайне неискренен. Он не замечает, как он поддевает, задевает, троллит через вот эту вот навязчивую какую-то претенциозность, то есть, что весь мир мне должен, например, и вы мне все должны, когда он выворачивает руки тебе на добро, вот. Вот, например, все только лишь дистанцируются как минимум, а как максимум вообще удаляются и так далее. Вот как, например, такому человеку выходить вот из этой ситуации? И как, может быть, людям, которые вокруг такого человека живут? Потому что то, что вы говорите, безусловно, это прекрасный образчик христианского поведения, христианской реализации Евангелия в жизнь. Ну, это бывает для очень большого количества людей сделать очень трудно. Конечно. На такой уровень. Конечно. Вы знаете, мой папа, замечательный папа, любимый мой папа, он жив. Сейчас он некоторое время на лечении находится в больнице, но он жив, слава богу. И вот у нас были такие отношения с ним. Он вырос без отца, и он заводчанин, мастер, у него золотые руки. А я больше, наверное, такой гуманитарий, да, пошел в маму, если так можно сказать. И он позволял себе колкие высказывания. Начало, ну, то есть я знал его реакцию, потом при людях он мог это делать. И когда я стал постарше и стал уже понимать в том, что это ненормально, это не просто моя данность, вот так я живу и все. А я как-то ему сказал, пап, ты знаешь, мне, опять, я должен не просто сказать, не делай так, учить человека, а я должен сказать, ты знаешь, что я чувствую? Мне больно, мне обидно, да? Я не такой человек, как ты. И вот я работал в одной компании, там делал жалюзи. И тоже один, я был один рабочий, там было три начальника. И вот один из начальников, он подошел, говорит, что так медленно ты делаешь? Ты, у тебя руки не с той стороны растут, да, там, не оттуда растут. И я вот научился, я подошел к нему, сказал, ну, назвал по имени-очту, вежливо сказал, можно один вопрос задать? Ну, говори, что, что? А вот вы первый раз, когда делали вот эту работу, первый раз, у вас все быстро получалось? Нет. И я тоже делал ее, ну, один из первых разов. Я научусь, подождите, пожалуйста. И вот мне кажется иногда, ну, не то чтобы поставить на место, но просто, во-первых, сказать человеку, что вы чувствуете. Ну, понятно, что некоторые настолько черствуют, что могут продолжать оставаться в своем. Но я стал просто вот практиковать объятия, прикосновения. Вы знаете, ученые говорят, что прикосновение – это неотъемлемая часть выражения любви. Вот нам важно. Там много очень исследований о том, что детей или животных, или детей там не обнимали родители, да, просто вот не ласкали, и они даже вот в развитии отставали. То есть объятия крайне важные. И когда мы прощались, он опускал руки вниз, ну, а я, значит, обнимал, и он вроде как-то, ну, это быстро все было, он не мог даже как-то, не успевал оттолкнуть меня. Говорить нежные слова и так далее. Но это то, что мы можем делать. Вообще, мне нравится очень, как написано в Библии, что любовь покрывает множество, все вообще, да, множество грехов. И любовью можно все исправить. Ну, как все исправить? До какой степени человек, там, мы хотим под себя их сделать, человек, не получится. Но, может быть, для него какой-то шаг, там, всего лишь один шаг, и он изменится, да, и для него это будет подвиг. Как, ну, мы видим человека, там, бомжа, да, нам кажется, все, это ничтожество, да, там, довелся до такого состояния. Ну, мы же не знаем вообще. А может быть, он, вот кусок хлеба, который у него оказывается, он делит, там, с собакой, там, с каким-то другим человеком. А мы не можем разделить все наше состояние, поделиться с кем-то. И еще неизвестно, кто более щедрый. Вот очень интересно, что, опять же, ввиду вот этой истории про Адама и Еву, Господь, ну, как бы, очень важно прочитать в этой истории фундаментальный закон мироздания. Да. Что для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы быть радостным, для того, чтобы не быть одиноким, и для того, чтобы твое бытие и житие твое было осмысленным, надо делиться. Как Адам делится на два, на двоих, да, потому что Ева берется из него же, да, то есть он делится. Абсолютно так. В этом смысле, конечно, да, вот этот вот акт поделиться куском хлеба с собакой бездомной действительно знаком не очень многим. И второй момент тоже, я просто не хочу перебивать, а хочется немножечко так тоже это вот рождается мысль. Да, рождаются мысли, аналоги. Тоже вот интересно, что в некоторых архаических племенах, там, Африки или индейцы, они, например, если им надо очистить территорию, они не вырубают леса, они окружают, там, дерево или окружают какую-то территорию, начинают ругать деревья. Вот, и они вянут сами. Да, к сожалению, слова имеют сильную злость. Все это, опять же, мы возвращаемся к нашему первому разговору, отношение к дому, да, то есть вот ругань разрушает дом. Конечно, интонация. Атомированность, атомизированность, индивидуальность, которая, как бы, сейчас у нас превозносится, как некое высшее свойство человека, хотя индивидуум переводится как неделимый, по-гречески атом. Вот, то есть то, что не делится, то, что не может быть разделено. Конечно, но не случайно же есть удивительный закон и математики, и экономики, синергия, да, удивительный закон, двое, один может сделать равное ему, два могут сделать по одиночке равное двум, а двое вместе уже делают равное трем или пяти, в зависимости от обстоятельств и их, как бы, увлеченности. И опять же, евангельское, там, где двое или трое собраны во имя мое, там я посредине. Там еще и Бог появляется. А если Бог с нами, то кто может быть против нас? Или блажение давать, нежели принимать. Интересно тоже. Любой, ну, скажем так, примитивный, да, взгляд на эти слова скажет, опа, как это? Эгоизм говорит мне, я, я для меня, давай мне еще. А Божий взгляд, не просто здесь какая-то заповедь такая, знаете, без разъяснения. Ведь действительно, когда мы практикуем передачу, да, мы, как бы, поток некий открывается. Лев Толстой сказал, что любовь – удивительная вещь, которую ты можешь отдать, и она останется у тебя. Я ее вроде отдал, я поделился, я послужил кому-то, но вдруг ты чувствуешь сердце наполненным, ты хочешь еще это делать. Вот это сравнение с озером или рекой, да, мне кажется, очень уместно, потому что река – это поток, постоянно двигается. А вот озеро – это все, это мое, вот все, граница, еще заборчик, да, там поставить, никого не пускать. Болото превращается, оно воняет, смердит. Вот тот же Березовский, богатейший человек 90-х, да, я читал интервью, перед смертью он говорил, зачем вообще жить, зачем смысл жить? Ни деньги, ни богатства, они не могут нас насытить, потому что мы, конечно, это иллюзия. Это, вот, подростки часто говорят там на вопрос, что бы ты хотел, чтобы тебя сделал счастливым, они часто говорят деньги, ну, или там какие-то блага. Для чего? Для семьи, они понимают уже, для семьи, якобы для семьи. Что надо как-то это реабилитировать такое, слишком эгоистичное заявление. Да, или есть такое упражнение, что бы ты делал, если бы у тебя были неограниченные ресурсы, да, и люди там пишут, ну, нужно написать, а не пишут, там, дом, квартира для всей моей семьи. Вот, иногда, я им даю немного времени, они не успевают там написать, все перечисляют, все для себя, для себя. А было интересно очень, такой в институте, в одном, такая практика, там, сначала у тебя есть время неограниченное и ресурсы, потом год всего лишь времени, но неограниченные ресурсы, а потом неограниченные ресурсы, но 24 часа всего лишь остается. Что бы ты делал? И вот трансформация одного юноши меня поразила. Сначала он говорит, я купил бы остров, заасфальтировал и на Феррари бы ездил на нем по острову, там, и все, мне никто не нужен. Потом, когда год и неограниченные ресурсы, он говорит, о, ну, тогда вообще я бы заказывал диджеев, и мы бы танцевали на Феррари, ну, в общем, еще, еще усиливает он усиливает. А потом он, видать, подумал, не знаю, ну, или снизошло на него какое-то озарение, и он вдруг по всеуслышанию на всей аудитории говорит, ну, а если у меня всего 24 часа, может быть, на публику до этого работал, не знаю, а потом он говорит, ну, если у меня 24 часа, я бы поехал и примирился со своим отцом. Оп, остров исчез, Феррари исчезла. И когда лекция закончилась, там, все говорят, спасибо, все уходят, а он остановился и подошел, говорит, а я, говорит, сейчас поеду и примирюсь со своим отцом. Очень интересно. Да, Дмитрий Анатольевич, и очень хорошее окончание сегодняшней нашей беседы. Мы здесь ставим многоточие. В следующий раз мы продолжим этот разговор. Все это, мне видится, крайне важным, крайне необходимым для христианского мироощущения, миропонимания. Потому что, безусловно, то, что мы сейчас наблюдаем, даже в мире православия, в мире христианском, эти вещи не столь очевидны, которые мы здесь вот произносим. Вещи, мы удивимся, если вдруг мы увидим себя со стороны живущими, ничем не отличающимися, ничем не отличающимися житием язычников. Астралопитак. Потому что, да, ну, в первом послании к Коринфянам у апостола Павла в 15 главе сказано, ну, если воскресенья нет, ну, так что, давайте есть, пить, все равно же завтра умрем. Веселиться, да. Да, это фраза гладиаторов, потому что он вспоминает Эфес. Да. Вот, он смотрит на гладиаторов, которые завтра могут умереть, и им дают на обжираловку вот этот день, и они так бездумно тратят последние часы. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие друзья, в следующий понедельник присоединяйтесь к нам, продолжим столь удивительный, интересный диалог. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова